Из Архангельской области в Челябинскую прибыл 36-летний вор в законе Ахмед Шалинский, Ахмед Домбаев. Приезд уроженца чеченского города Шали может спровоцировать революцию в криминальном мире. Первые конфликты уже начались. Пострадала армянская группировка и зять бывшего первого вице-губернатора. Ситуация серьезно озаботила правоохранительные структуры. Ахмед Шалинский – противоречивая фигура в воровском мире. Его короновали дважды. Первый раз в группе еще 15 авторитетов в декабре 2012 года в Дубае по протекции Бадрика Гуашвили, с которым они пересекались в московском следственном изоляторе «Бутырка». Последний был видным представителем грузинского клана, противостоящего людям деда Хасана Аслану Саян. Однако спустя три недели, 1 января 2013 года, Ахмед Шалинский вдруг заявил о воздержании от дубайского подхода по ряду уважительных причин. Позднее выяснилось, что от имени деда Хасана с ним разговаривал старейший осетинский вор Эльбрус Гагичаев, Абус, якобы специально для этого зашедший к нему в зону. А еще один, дедовский авторитет Гела Кардава пообещал повторный подход. Коронация состоялась с задержкой из-за убийства деда Хасана. И вызвала резкое неприятие у грузинского клана. Периодически у Ахмеда Шалинского случались из-за этого неприятности. В последний раз ему задавали неудобные вопросы неделю назад в московском сезон номер 1 по дороге из Архангельской в Челябинскую область. Тогда за соплеменника вступился Ахмед Ивлоев, Ахмед Сутулы. Чеченских воров не так много, как среди представителей других национальностей, но они пользуются не меньшим авторитетом благодаря тесной связи с диаспорами и властями. Показательная операция по вызволению в 2014 году из тюрьмы Кыргызстана чеченского вора Азиза Батукаева. В суд представили медицинское заключение о его смертельном диагнозе. Суд вынес решение о его досрочном освобождении, и в тот же день он вылетел в Грозный. Пока в Кыргызстане поняли, что справка оказалась подделкой и объявили Азиза Батукаева в международный розыск, он получил сначала один, а недавно и второй фиктивный срок на родине и якобы отбывает наказание, хотя есть масса его снимков с воли полагает информированный силовик. По данным челябинских оперативников, на Южный Урал в преддверии приезда Ахмеда Шалинского потянулись так называемые стремящиеся авторитеты без статуса вора. Вероятно, не случайно из Кирова перевели одного из его сподвижников. До недавнего времени Ахмед Шалинский никем не был представлен в Челябинской области. Напротив, в регионе сильно противоборствующее крыло. Однако за последние пару месяцев произошли два крупных конфликта с участием людей, прикрывающихся Ахмедом Шалинским. И оба раза инициатором выступал Ники Зелимхан. По информации из полиции, речь идет о 35-летнем уроженце Грозного Зелимхане Палонкаеве, приехавшем недавно из Москвы. Его имя впервые прозвучало после большой драки с представителями армянской диаспоры во главе с неким Артаком. Самый серьезный конфликт вышел из-за имущественного спора Андрея Дементьева, зятя бывшего первого вице-губернатора Владимира Дятлова, с партнером из-за помещений. На стороне последнего в качестве коллектора выступил Зелимхан Палонкаев. Стороны организовали встречу, один из ее участников говорит, что это произошло в конце августа у ресторана «Маленькая Грузия». Речь идет о самой большой за последние годы «Стрелке», на которой, как предполагалось тогда, делили рынок маршрутных такси. Видимо, полиция специально распространяла слухи о том, что на «Стрелке» были представители Рахмана, одного из лидеров азербайджанской криминальной диаспоры Рахмана Абдулаева и «местного», «смотрящего» Илхама Османова. Они хорошо известны начальникам специализированных подразделений полиции, которым руководство тут же поставило задачу разобраться. Далее, дело техники. Подразделения приделывают людей Рахмана, зарабатывают палки и звезды на погонах. На самом деле никаких азербайджанцев тогда не было, приезжали чеченцы. Борзые такие. Тот коммерческий спор можно было легко решить, но чеченцы начали разговаривать на повышенных тонах, угрожать. Опять хотели устроить беспредел, как во время конфликта с армянами, предполагает свидетель той встречи. Когда приехала полиция, у ресторана было около 90 человек и разговор на повышенных тонах мог запросто перерасти в драку со стрельбой. На счастье обеих сторон, в тот момент в Челябинске продолжалась московская инспекторская проверка МВД. Инцидент спустили на тормозах, всех участников отпустили. За лидерами этнической группировки, говорят, приезжал чуть ли не представитель республиканских властей сайт Магомед Ахмадгиреев. Байка это или нет, но рассказывают также, что несколько человек, когда их освобождали, требовали в дежурной части, чтобы им вернули ножи. Возможно, поэтому один из отделов полиции выбрал более легкую жертву и изначально распространял информацию об участии в стрелке азербайджанцев. Сам конфликт после задержания уладили за 15 минут. Могли бы еще в тот день в маленькой Грузии, если бы не Зелимхан. Он провокатор, публично показывает свою безнаказанность, нарабатывая авторитет. Силовикам говорил, давайте я паскаю человека, вам наберу, он вам все разрулит. И делал это как раз в канун приезда Ахмеда Шалинского. Зелимхан знал о его переводе в Челябинск, полагает знакомый с ситуацией собеседник. Чеченский вор в законе освободился только в 2019 году. Челябинская область считается красной, то есть силовики контролируют криминальную сферу. Однако приезд авторитетного вора может изменить весь расклад. Зелимхан Палункаев уже нарабатывает репутацию жестокого беспредельщика, прикрываясь Ахмедом Шалинским. А сам он может начать наводить свои порядки за решеткой. Колония, где отбывает наказание вор, не может быть «красной». За ходом вора любая зона становится «черной». Везде, где есть вор, царит только воровской закон. Если администрацию это не устраивает, вора постоянно изолируют от массы заключенных или в конечном итоге вывозят в другую колонию, рассказал корреспонденту, Юарей, Арью, редактор российского портала о криминальном мире страны Prime Crime, Виктория Гефтер. Можно предположить, что воры-чеченцы сейчас под опекой властей республики. Среди «смотрящих» за теми или иными учреждениями стало много чеченцев, это отмечали как нечто новое. Ахмед сам по себе очень здравый человек, весь на спорте. Все, кто с ним общался, остались высокого мнения о немецкой. Так что поживем, увидим, резюмировала Виктория Гефтер. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова